Музыка Всем привет! Сегодня очень ветрено Наш снеговик растаял Потому что вчера было очень тепло Но сейчас у нас минус 6 И ветер Это зенит штука Ветер прям сносит все Уже минус 7 Холодает прям Мама, по часам Мамочки, холодно Всем привет! Мы сейчас собираемся в ресторан Что-то мне сегодня лень готовить Поедем перекусим Надеюсь, наш башидул не снесет с хайвея Ветер, по-моему, 50 метров Ой, 50 километров в час пока Вот Ну здесь не очень видно На Букьярде я как бы вот за таким забором И то он сдувает О, дерево Немножко веное Я люблю, что дерево заполкает Уже листики О, елка Что-то полетело У нас сегодня мусорки стояли пустые Вчера мусор забирали И мы их не закатили Так их понесло по улице Вдоль по улице А вот ту упал Он у нас стоял здесь Повалило и снесло ветер Ну все, поехали Уй, мамочки холодные Так, Андрей вон тут посмотрел в интернете Какая у нас погода Какая скорость ветра Вот, показывает Оказывается, не Не шевели Не 50 километров в час А 50 миль в час И порывами до 60 миль в час Это почти ураганный ветер Это 100 километров в час Вот такая Такие вот у нас ветра бывают Так, ну вот раз уж сели машины В прошлый раз я за рулем была Снять не могла Вот, сниму камеру Вот, она показывает На этом экране машину Со всех сторон Здесь вот показывает Сзади И, крути рулем Она показывает Куда машина будет ехать Где она, как бы Ее зад будет Если будешь поворачивать Сейчас не выключай Еще я покажу Когда едешь вперед И паркуешься Можно тоже включить камеру Да, впереди Грязная только Да, помыть надо И она показывает Впереди И впереди показывает Тоже, куда она поедет Если она повернута Определенный Раз Так, а проехать же А вот это вот джойстик Еще что я забыла сказать Здесь сиденье тоже автоматические И запоминается Два положения сидений То есть нажимаешь кнопочки И сиденье, и зеркала Уже сразу едут Устанавливаются на ту Можно показать Устанавливаются так Как они были запрограммированы Вот, Волин уровень Мой, это запрограммировано Андрей так высоко ездить не любит Он полулежа ездит Вот оно поднимает Я уже скоро до потолка достану Вот так Это Волин так ездит Нашки коротенькие А это Андрей ездит Полулежа вниз Зеркала тоже, кстати, регулируется Ты сказала, да? Сказала Кроме центрального А в центральном есть Вот, Андрей полулежа Центральное затемняется Если сзади едут с дальним светом И можно Две гаражных Три гаражных двери открывать отсюда Три настройки На зеркале Еще, когда задом сдаешь Вот оно Переключение скоростей Еще, когда задом сдаешь Покажи зеркало Какое зеркало? Зеркало Когда заднюю передачу включаешь Зеркало автоматически опускается Оба левого и заднего зеркала Опускаются вниз Чтобы было видно Бордюр или что там надо Ну и климат-контроль Можно устанавливать Разную температуру Для пассажира Ааа И для водителя И для Сзади тоже Отдельно идет температура Для Тех, кто сидит сзади Они сами Могут еще регулировать Температуру Вот там вот сзади Такая штука То есть не обязательно Водитель должен регулировать Можно самим Устанавливать Какое-нибудь это А еще Климат-контроль Здесь же в этом В этой модели Умный Климат-контроль То есть если Снаружи Чувствует дым Он включает То есть блокирует Забор воздуха Снаружи сразу Автоматически Да, и очищает Сразу внутри воздуха Мы когда ездили в Нью-Йорк И назад По хайвею И по городу Везде где был Какой-нибудь грузовик Впереди Дымящий Мы ни разу не чувствовали Запаха паленой солярки Сидень с подогревом Можно на низкий уровень Говорит, да, что Вот здесь сиденье Можно на низкий Чуть-чуть Чтоб грелось И можно установить Так, чтобы сильно грелось Для пассажира И для водителя Зади, конечно, сиденье Без подогрева Много места Тут подстаканников Нас бардак, правда Здесь Двери еще Задний багажник И боковые двери Которые отъезжают Они открываются С кнопки С брелка И Снаружи Кнопочки есть тоже Можно Ну, я говорила, что Полный комплект Здесь все автоматически Полный комплект, да И брелок Этот самый Нету ключа А, да, здесь ключа нет Заводится машина с кнопки Пуш-старт С собой просто нужно носить Брело в кармане где-то Из брелка все открывается Удобно Удобно Все удобно Да, и вот такой большой экран Сравнивается с моей рукой, например Так, что еще Если уже идти в подробности Вот у нее средний галлон Средний расход У него 22 мили На галлоне Проезжает Вот, и еще здесь есть Voice Activation System То есть, голосом можно Командовать Выбирать функции Нажимаешь одну кнопочку На руле Would you like to access phone Navigation Information Audio Or help You can push the talk switch To stop Navigation Navigation Please say Destination home Address Places Address book Or pre- Places Places Please say a number From the displayed list Say others To choose more One 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 Please say a number From the displayed list И также можно В телефон зайти Да, телефон здесь подключается автоматически Можно звонить Ну и здесь вот Бардак, правда, у меня Тут вот есть Подключается эта флешка Музыка у Андрея здесь записана Здесь вот розетка То есть обычная розетка Можно заряжать что-то Тут же лапток В розетку включить Вот Здесь вот еще подстаканники Со стакан подставить Полина в своем кресле сидит Средний ряд сидений Сидения двигаются вперед и назад И у них откладывается спинка Можно раскладывать вперед Или складывается полностью вниз Чтобы сделать плоский пол Для загрузки Кузова А третий ряд сидений Не помню Вперед-назад он не двигается Но спинка Откидывается назад То есть можно регулировать Как удобно Подголовники есть Которые выдвигаются вверх Сейчас они задвинуты А вот там сзади Там подголовник И Той же Этот ряд сидений Складывается плоско И получается на одном уровне С сидениями Центрального ряда В чем нам понравилась эта машина По сравнению с Тойотой и Хондой Ветер какой-то Да Ветер сдувает машину сильно Держи Руль У Тойоты и у Хонды Центральный ряд сидений Чтобы что-то загрузить Они тоже двигаются вперед-назад Сминг у них регулируется Но Чтобы что-то загрузить Как я уже говорила Их нужно полностью вынимать И они тяжелые Не оставляют в гараже А третий ряд сидений Он не просто складывается А он складывается И убирается В Они его называют колодец Вэлл Это по-моему у Хонды только У Тойоты такого нет У Хонды и у Тойоты Но из-за крыши Из-за того, что Она сделана такая Как коробочка Все И боковые стенки Задняя И крыша Все сводится в ровный Квадрат Или прямоугольный Прямоугольную форму Назад можно посадить Три здоровых мужика И они себя будут Чувствовать комфортабельно Знаете, там вообще хорошо Можно ноги вытянуть Вот сюда вот Я там люблю ездить Мы далеко Когда ездили Садишься Ноги вытягиваешь Класс Если сесть сзади А на центральном ряду Никто не сидит То можно центральное сидение Сложить И использовать его Как подставку для ног То есть Вытянул ноги И сиди Спи себе Спокойно Ну вот мы ездили В пятером И всем-то Довольно-таки хватало места И кто-то у нас Там на третьем сидении По очереди спал Потому что там удобно И все хотели ехать На заднем сидении Да Вот Что в других машинах Эти сидения Намного Жестче и меньше Потому что они должны Складываться В этот колодец А что же можешь сказать Про американские Про Крайслера У них Единственное, что мне нравится У них Они каждый сантиметр Свободного места Или спрятанного места Переделали в сторич То есть в хранилище И вот единственное, что мне нравится У Крайслеров И у Доджи Это в принципе Одна и та же компания Только разное название Одна и та же машина Много всяких Выдвигающихся Емкостей В пассажирском сидении Есть задвижка Там Этот самый Там Большой Можно допустим Сумочку женскую Туда спрятать Под ногами В полу Есть ниша Которая Подымаешь коврик Подымаешь крышку И туда можно спрятать Между Передним и задним рядом В полу Там есть две ниши Которые можно использовать Даже как холодильник У них есть пластиковые вставки И в эти вставки Можно наложить Допустим Льда, пиво туда положить Здесь такого нету В общем много всяких мест Для хранения Но С этими нишами Я заглянул под низ Доджа Минивена Он практически касается земли То есть все эти ниши Они даже ниже Чем нижняя часть порога машины Только по ровным дорогам То есть Допустим в России Где-то с нашей солью И всем Это все будет отбиваться Песком, солью С ржавеет И все эти ниши Будут дырки В кузове Здесь пол ровный Я лазил под низом машины Все ровно идет До сзада И там это только ниша Колодец Он свисает Но Не ниже чем Колодец Колодец Они его называют У всех минивенов Там По середине машины А с другой стороны С левой стороны Получается бага А какие есть еще Американские модели Додж, Крайслер Шевроле Шевроле мы тоже Думали про Шевроле Да, но они сейчас По-моему не выпускают И они Убогие Выглядят убого Они Их еще не Не разработали Хотя Это конкретно Про минивены Да, минивены Все минивены Хотя Додж и Крайслер Они тоже такие Коробкообразные Но уже посимпатичнее Чем они были раньше Хотя Если про другие Шевроле Не минивены Говорят Мне они нравятся Они мягкие Они хорошие У них Шевроле Триверс Такого Он почти Как минивен О, что еще По поводу Этой машины Что мне нравится Она очень верткая То есть На ней Можно почти на месте Развернуться Очень Хорошо разворачивается Учитывая ее длину Учитывая длину Размеры А, о коробке Кстати, Оля Хотела меня спросить Коробка называется Я уже написал в комментариях CVT Constantly Variable Transmission То есть Никак Автоматическая коробка Переключается С рывками Это Как Ее можно сравнить Не знаю У кого-то есть Если ATV Это такая же коробка И Стиральная машина Я все время сравниваю Со стиральной машиной Мы ездим на стиральной машине У которой несколько скоростей Для отжима Надо ресторан Подождите Теперь в ресторан Мы приехали Для отжима Просто, грубо говоря Если объяснить Простым языком Две муфты Которые Расширяются Засужаются И Ремень Цепной ремень Металлический Между двумя этими муфтами И поэтому Никаких переключений нету Плавно Все время плавно Вот Сейчас будем Вот здесь такие таблички Ай, ну проехал Вот здесь таблички Это не места для инвалидов Это парковки для тех, кто приезжает Кто заказал еду по телефону И просто переезжает, чтобы ее забрать На них тоже, кстати, никто не становится Вот здесь паркуешься, идешь, забираешь То есть для быстрого Для как бы недолгой парковки Забираешь и едешь домой Вот, сейчас попробуем задом припарковаться Оля покажет камеру Может там нигде Сюда будешь В эту дырку вложить Можно было, конечно, передом припарковаться Задом интереснее Передом тоже камеру можно включать Ну не видно Заляпанное все Надо помыть сначала машину Чего, видно? Двигается же Ты вон не видеть Сейчас мы паркуемся ровненько по линеечкам Потому что видно С обеих сторон Особенно когда передом паркуешься Под углом Можно ровненько-ровненько по линиям встать Немножко на ту линию заехал Там флаги снили Вон флаги и хочу снять Развиваются Сирс Полина когда была маленькая Ей флаги очень нравились Ну тут их везде много Но она слово флаг По-английски произносить В смысле по-русски Она говорила тогда у нас еще по-русски только училась Произносить не могла Она говорила фаг А по-английски вы сами знаете Что это за слово такое Вот так вот едем куда-нибудь Или идем А она пальцем тычет куда-нибудь И фаг-фаг-фаг Фаг-фаг-фаг Даже не г, а к на конце То есть очень без акцента Ругательное английское слово произносило Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова